Привет всем любителям мобильных ЧКБ игр, с вами как всегда я Мобайл Геймер и в данном видеоролике мы разберем последние новости о всеми вами забытой игре Страйк Тим Онлайн. А также порассуждаем на тему того, когда же стоит ждать обновления данной игры. Поэтому если тебе интересно, усаживайся поудобней и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Но если ты любишь общение и тебе нравятся мобильные игры, то наш дискорд сервер создан именно для тебя. Кстати, на 500 участников мы разыграем дискорд Нитро Классик на 1 месяц. Поэтому если заинтересовало, заходи. Ссылочка на наш крутой дискорд сервер будет в описании по данным видео. Ну а мы начинаем. Как вы помните, в прошлом видеоролике по Страйк Тим Онлайн было достаточно много новостей. Да, сегодня их не будет очень много, но они будут достаточно важными и связаны с ближайшим обновлением данной игры. Поэтому я не буду вас задерживать. И первое, что показали разработчики Страйк Тим Онлайн, а именно всех оперативников, которые будут доступны в следующем обновлении СТО. И если честно, мне не нравятся некоторые персонажи, такие как Рекрут и Токсический Оперативник. Потому что их модельки выглядят достаточно староватые и не очень хорошего качества. Если мы сравниваем их с новым женским оперативником, а именно с девушкой Fallout, то она выглядит намного лучше, чем Рекрут и Токсический Оперативник. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время, если у разработчиков будет свободное время и ресурсы для этого, то они заменят всех этих оперативников или хотя бы сделают эти модельки намного лучше. Потому что пока что некоторые оперативники просто не заслуживают места в данной игре. Я надеюсь, что вы все смотрели прошлый видеоролик по Страйк Тим Онлайн. Если нет, то подсказка будет сверху. Так вот, друзья. В прошлом видеоролике нам показывали модельку приземления персонажа с вертолета по тросу вниз. И наконец-то теперь ее показали уже в самой игре. И если честно, выглядит очень круто. Давайте посмотрим все вместе без моих комментариев. Как по мне, выглядит очень проработанно. Как вы видите, скорее всего уже CQB режим готов, потому что в данном видеоролике вы могли увидеть спасите заложника. А обычно спасите заложник это как раз нужно делать в CQB режиме. И это значит, что в следующем обновлении с Трайк Тим Онлайн, о котором я расскажу чуть-чуть позже в данном видео, оно уже будет. И это звучит очень классно, потому что оно реально добавит разнообразие в Трайк Тим Онлайн. И заставит игрока играть в эту игру еще и еще. Но более того, разработчики еще добавили такой своеобразный глич эффект. Когда камера смотрит на вертолет, и она уже постепенно приближается к нему, происходит этот эффект. И как по мне, выглядит очень все круто. И спасибо, что разработчики добавили данный эффект. Потому что он реально придает, так сказать, атмосферности к данному будущему режиму игры в Трайк Тим Онлайн. Не забыли разработчики показать нам и магазин для 9-мм патронов. Кстати, можете написать в комментариях, для каких оружий подходят такие патроны. Так вот, кроме этого, разработчики показали еще и модельку нового прицела, а именно ПКАС. И как по мне, что моделька магазина, что данного прицела, выглядит достаточно реалистично и очень даже неплохо. И вписывается в общую стилистику СТО. Ну и разработчики показали, как на практике будет выглядеть данный прицел уже в самой игре. Поэтому да, какой-никакой прогресс в Трайк Тим Онлайн присутствует. Разработчики занимаются данной игрой. И совсем недавно, на днях, появилась очень даже интересная подробность по выходу следующего обновления Трайк Тим Онлайн. А именно, сейчас проходит оптимизация игры. И что же значит оптимизация игры? А это значит, что Трайк Тим Онлайн подготавливают к следующему обновлению. И скорее всего, оно уже выйдет через месяц. Но для многих у меня есть плохие новости, потому что если вы не играли до этого в Трайк Тим Онлайн, вернее не установили данную игру на свой гугл аккаунт, то вы скорее всего вообще не сможете поиграть данную игру, потому что она до сих пор находится в открытом бета-тестировании и до сих пор не вышла еще в релиз. Но если будут какие-то новые подробности по возможному выходу обновления Трайк Тим Онлайн, то я обязательно расскажу о нем в следующем видеоролике по данной игре. Ну а также расскажу, если будут какие-то способы попасть на обновленную версию Трайк Тим Онлайн. Поэтому я надеюсь, что данная игра не умрет и Трайк Тим Онлайн наконец-таки выйдет в релиз в гугл плей и потом уже в веб-стор. Так что, друзья, поживем-увидим. Ну а на этом у меня все. Будет интересно узнать в комментариях, как вам последние нововведения в Трайк Тим Онлайн и ждете ли вы будущие обновления данной игры. Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте и играйте только в хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по Трайк Тим Онлайн, но и по другим мобильным играм. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok